Махмуд Веселая поучительная притча Махмуд слыл деревни чудаковатым и глуповатым человеком. Иногда он вытворял такое, что уму было непостижимо. Односельчане хорошо знали об этом. И поэтому, когда в очередной раз слышали о его какой-то странной выходке, только смеялись и говорили, «Ну, если не Махмуд натворит, то кто еще?» Как-то раз Махмуд направляется по делам в дальнюю деревню. По пути хочет закурить, но спохватывается, что кесец с табаком забыл дома. Ему уже лень возвращаться обратно, и он прикидывает, что по пути ему еще встретится какой-нибудь заядлый курильщик. Идет, но, как назло, навстречу никто не попадается. Не выдерживает, собирает по дороге высохшие листья щавеля, растирает, крошит их в пыль и скручивает папиросу. Разок-другой делает затяжку, но чувствует, что это только увеличивает желание. Отбрасывает подальше самодельную папиросу и продолжает свой путь. Идет, а охота покурить только усиливается. Вдруг Махмуд замечает вдалеке идущего ему навстречу человека. В душе появляется надежда. Поравнявшись, Махмуд здоровается и спрашивает путника. — Послушай, ты куришь? — Да, курю, — отвечает тот и догадывается, в чем дело. — А у тебя, наверное, закончились папиросы? — Да, видишь ли, какая незадачка. Я кесет с табаком забыл дома. Не угостишь ли меня папироской? — Конечно, — говорит путник, — садится на обочину дороги, достает кесет и протягивает Махмуду. Махмуд сворачивает толстую папиросу и закуривает. Выкурив одну, сворачивает другую, такую же толстую. Покурив и поговорив о том о сём, оба встают и, прощаясь, Махмуд спрашивает. — Ты, наверное, возвращаешься домой? — Да. — А мне еще далеко идти. Не дашь ли мне в дорогу немножко табачку? Уж больно курить хочется. — Да, конечно, возьми еще несколько папирос, — говорит путник и протягивает ему кесет. Махмуд берет себе ровно половину, прощается и продолжает свой путь. Отойдя, немного прикидывает, что табака взял мало. — Ах, надо было побольше взять. Он ведь все равно идет домой. Зачем ему столько? Поворачивается и окликает путника. Тот останавливается, Махмуд подходит к нему. — Этого табака мало, дай мне остальной, — говорит он приказным тоном. — Пожалуйста, оставь мне только пару штук, а остальное возьми, — отвечает путник и протягивает ему кесет. Махмуд опустошает кесет и пустым возвращает путнику. — Ты хотя бы одну-две оставил мне? — удивленно, но спокойно говорит тот. Махмуд даже не ответив, отворачивается и уходит. Идет, а про себя думает, что уж больно хорош был кесет. — Эх, красивый у него кесет, а он, видно, добряк, наверное, ничего не скажет. Надо у него этот кесет отобрать. Решает Махмуд, опять поворачивается и окликает путника. — Подожди, хочу тебе кое-что сказать. Путник терпеливо ждет, пока подойдет Махмуд. — Отдай мне свой кесет, — опять приказным тоном говорит Махмуд. — Почему? — Я так хочу. Говорю тебе, дай его сюда. — А если не дам? — спокойно спрашивает тот. — А не дашь, так я силой отберу. — Ну, так я не даю. — Посмотрю-ка я, как ты его отберешь, — говорит путник и из-под тишка смотрит на Махмуда. Видит, тот без оружия. Махмуд повторяет свои угрозы. — Да ты что, разбойник, что ли? Или с ума сошел? Так отвечаешь на добро. Я тебе папироса, а ты так со мной. — Я сам виноват. Зачем дал тебе папиросы, чтоб ты так обнаглел? — Значит, не дашь. — Не дам. Махмуд накидывается на путника. Тот ловко уворачивается от удара и так сбивает Махмуда с ног, что драчун с грохотом падает на землю. Путник, подоспев, упирается ему коленом в грудь и достает небольшой кинжал. Увидев лезвие, Махмуд теряет от страха голову. — Ну все, ты от меня живым не уйдешь, — говорит путник. — Настал твой час. Я тебя убью. Вставай, рой себе могилу. А не выроешь, так я оставлю твой труп под этим солнцем воронью на съедение. — Нет-нет, умоляю, не делай этого. — Ты этого не сделаешь, — испуганно говорит Махмуд. — Нет, такие подлецы, как ты, должны подохнуть, — говорит путник, и лезвием кинжала подталкивают Махмуда. — Давай, вставай. Кому говорят, вставай. Махмуд умоляет сжалиться над ним, но путник не преклонен. — Если сам не выроешь могилу, я оставлю твой труп гнить здесь, прямо посреди дороги, и он будет вонять на все округу. Махмуд видит, дела его плохи. — Но виноват я, виноват, — говорит он дрожащим голосом. — Ради бога, пожалей меня, не убивай. У меня дети малые, на кого они останутся? — Видно, ты не в первый раз вытворяешь такое. Путник пинает его ногой и с гневом продолжает. — Должен же ты когда-нибудь ответить за это. Не дает Махмуду вставить ни слова и добавляет. — Настал тот день, когда за все свои подлые поступки ты будешь наказан. Живым ты от меня не уйдешь. Чтобы твой труп не сгнил под этим солнцем, лучше вставай и вырой себе могилу. — Умоляю, не убивай меня, делай со мной что хочешь, только не убивай, — голосит Махмуд, а сам все смотрит ему в глаза и по лицу его чувствует, что путник — человек не злой. Видит, выхода у него нет и начинает подкалимничать. — Ты человек порядочный, благородный, настоящий ага. Не то, что я босяк. — Да-да, босяк, только босяк может вытворить такое. Я подумал, раз ты уступаешь мне, значит, ты слабак. Вот и хотелось меня держать над тобой верх и прослыть после этого смельчаков в нашей округе. — Грабя людей, — с иронией произносит путник. — Да, видно, ты действительно босяк. Ну что ж, тем хуже для тебя. И выхода у тебя нет. Вставай и рой себе могилу. Будешь рыть или нет? И опять подталкивает его кинжалом. Махмуд видит, и лезть ему не помогла. Делать нечего, с трудом поднимается на колени. Его сильно трясет. Растерянно оглядывается и не знает, что делать. С перекошенным от страха лицом он так и остается на коленях, не в силах выпрямиться во весь рост. Увидев Махмуда в таком жалком виде, путник сжаливается над ним. — Убирайся. Не стану я марать об тебя руки. Но не дай бог тебе еще раз вытворить такое. Не суй свой нос во все дыры. Иногда вместо мыши можно и на змею напороться. Иди, я тебя не трону. Хватит с тебя сегодняшнего. Но тот табак, что я отдал тебе, давай сюда. Такие подлецы, как ты, недостойны сворачивать папиросы из табака порядочных людей. Если ты был бы настоящим курильщиком, то на такую подлость не пошел бы. Убирайся. Махмуд, ошалевший, таращит глаза на путника и не может вымолвить ни слова. Смысл сказанного как будто не доходит до него. Говорю тебе, давай сюда табак и убирайся. И чтобы ты больше мне на глаза не попадался. Раздраженный и нетерпеливо говорит путник. Махмуд, как в полусне, встает с колен, достает из кармана табак и дрожащей рукой протягивает путнику. Тот выхватывает и начинает так крошить его в руках, что табак превращается в мелкий порошок. Потом, взмахнув рукой, рассеивает его в воздухе и поворачивается к Махмуду. Ты думаешь, мне жаль табака? Нет, мне не жаль. Я только хочу, чтобы в этом состоянии у тебя не было ни одной папиросы для того, чтобы ты смог закурить и успокоиться. Ты должен остаться без курева, чтобы хоть немного образумиться. А если ты настоящий курильщик, то должен знать, что это значит. Говорит путник, поворачивается и уходит. Махмуд, как побитый, стоит и не может сдвинуться с места. Долго смотрит вслед уходящему, потом, опомнившись, продолжает свой путь. Возвратившись в деревню, Махмуд подробно рассказывает своим односельчанам об этой истории. Но те не удивляются. Ха-ха! Ну, если это Махмуд, того и следовало ожидать. Говорят, они и смеются. Очень часто, чтобы потешиться над незадачливым Махмудом, односельчане говорили ему. Ну, давай, Махмуд, расскажи-ка нам еще раз, как ты хотел отобрать кесет у того человека. Махмуд отмалчивался. И лишь наклонив голову, усмехался. Казалось, ему самому становилось смешно от всего того, что он натворил. Но уж очень наивным был Махмуд. Таким наивным, что даже не понимал, о чем можно рассказывать и о чем нет. Что случилось, что увидел, что услышал, рассказывал все, ничего не утаивал. И поэтому окружающие, хоть и смеялись над очередным его приключением, а некоторые и отпускали по этому поводу острые шуточки, но все знали, что он не лжет и по наивности своей говорит все, как было на самом деле. Про делки Махмуда быстро забывались, но односельчане всегда были готовы к тому, чтобы услышать новую забавную историю. И таковая обычно не заставляла себя долго ждать.